Всем привет! Меня зовут Вера Спирина, и прежде чем я приступлю к теме этого видео, я немного расскажу о себе для тех, кто впервые на моем канале. Я живу в городе Мюнхен, в Германии, уже 4 года, и два из них я работаю в Гёте-институте. Точнее сказать, работала, потому что буквально пару недель назад я уволилась с работы моей мечты. О причинах увольнения я рассказывала в прямой трансляции, ссылочку на это видео я оставлю в описании, обязательно посмотрите, там я подробно рассказала весь мой путь становления профессионального в Германии. А в этом видео я расскажу, как же прошло мое прощание с коллегами, и что они мне подарили, а подарили они мне много всего классного, так что обязательно оставайтесь и смотрите дальше. Все, кто подписан на меня в инстаграме, частично видели, как прошло мое прощание с коллегами. Так, вот мы подготовили к моей вечеринке кабинет. Вот так выглядит торт. Вот так выглядит все, что я сделала. Не так впечатляюще. И у нас непростая вечеринка, а у нас вечеринка по скайпу, потому что один наш коллега находится в Эстонии. Вот. И мы... Я его тоже пригласила, конечно же, потому что он один из моих дорогих, самых дорогих коллег. Что я приготовила для моего прощания? Я заказала этот торт у подруги на 25 человек. Я испекла два пирога из слоеного теста с сыром рикота и с соусом песто. Это безумно вкусный пирог и очень простой в приготовлении и удобный в поедании, потому что он сделан в форме цветочка с лепесточками практически, как вот эта ромашка. И человек может отломить один лепесток и есть его. То есть для этого не нужны, для поедания этого пирога не нужны никакие столовые приборы. И это очень классная идея для таких вечеринок на работе. Если вам интересен рецепт, пишите в комментарии, я обязательно расскажу, как печь этот пирог. И я сделала еще канапе различные. Вот. И кто-то в инстаграме написал, как так? Так мало еды на 25 человек. Да как ты могла оставить немцев голодными? Ребята, поверьте мне, цель этого мероприятия не наестся. Как я уже сказала, оно длится один час. Из них какое-то время произносят речи, и остальное время люди просто общаются между собой. Они приходят на 15 минут, они не полный час остаются на всем этом мероприятии. Они приходят на 15-20 минут поднять бокал, закусить этот бокал, чисто символически. И потом они уходят дальше по своим делам. Так что не думайте, что это какое-то огромное застолье, как там у нас в России бывают. И поэтому еды было достаточно. Но мой пирог с Рикой той съели подчистую. И спросили несколько человек рецепт. Канапе не все доели. И торт тоже осилили не весь, потому что он был огромный. Но там осталось буквально 2 или 3 кусочка, которые коллеги потом доели на следующий день. Так что все было нормально, никто не остался голодным. К тому же люди пришли не только за хлебом, но и за зрелищами. А зрелище им обеспечила я. Каким образом? Первое зрелище началось, когда я произносила мою речь. Я думала, что я уже пережила эмоционально принятие этого сложного решения ухода из Гёта-института. Я думала, что все. Теперь вопрос закрыт, и я буду оставаться эмоционально спокойной, когда буду прощаться с коллегами. Потому что я пережила все эти эмоции уже дома. Но это казалось совсем не так. Как только я раскрыла рот и сказала первую фразу, слезы предательски подступили, и я начала плакать, как я говорю, как тряпка. Это было реально очень... Я думаю, это было очень непривычно для немцев, потому что даже я была за 2 года на многих обшитых, на многих прощаниях. И, конечно, никто не плакал, даже люди, которые работали гораздо дольше, чем я. И они не плакали. А я расплакалась. Вот. Но они все еще замолчали и слушали меня. Была какая-то гробовая тишина в кабинете. И я немножко рассказала, как проходило мое собеседование, что я чувствовала во время собеседования. И потом я их поблагодарила за эти 2 года, за то, что они так хорошо меня поддерживали, за то, что так приняли хорошо меня, иностранку, с моим слабым немецким языком. И что мы так с ними продуктивно и, главное, интересно работали вместе. В общем, я поблагодарила их всех за все. Еле-еле смогла закончить свою речь, борясь со слезами. И потом речь произносил мой тимлит, который, несмотря на рождение его дочери, все равно пришел в этот день на работу. Я не буду брать заслугу на себя, что он пришел только из-за меня, но он пришел из-за меня в том числе. И это, конечно, о многом говорит. Потому что я уже смирилась с тем, что не будет ни одного шефа на моем обшиде. И что, возможно, это даже лучше, что он пройдет в более расслабленной обстановке. Но он все равно пришел, и это было очень классно. После этого они приступили к дарению, к дарам. Они начали меня задаривать подарками, в буквальном смысле задаривать, потому что я не ожидала, что подарков будет так много, и они будут такими крутыми. Поэтому больше не буду откладывать и начну показывать вам, что же мне подарили. И первая вещь это... Ух! Вот эта вот фирменная сумка Гёте-института. Огромнейшая сумка на ремне, в которую я в итоге сложила все остальные мои подарки. И из нее я сейчас буду их вытаскивать. Она вот с таким... Оп! На липучках, закрывающаяся на липучках. Итак, смотрим дальше, что же здесь лежит. А здесь лежит вот такая классная бутылка, спортивная, для занятий спортом, вот с такой дыркой внутри. Это фирменная бутылка от Гёте-института, с логотипом Гёте-института, с нашим слоганом «Sprache Kultur Deutschland». И она очень крутая и удобная. Реально, ее можно вот так носить за дырочку. И даже во время бега, в принципе, она не должна так сильно мешать. Но, конечно, я все равно не люблю бегать с бутылками. Но, несмотря на это, она мне очень нравится, и я ее уже вовсю использую. И еще, что очень важно, она сделана из безопасных материалов, без всяких парабенов, без всяких вредных примесей. И она экологичная, она, как это называется, «Ummweltfreundlich», то есть дружественная к окружающей среде. Вот. Это один подарок. Следующий подарок. Это очень-очень крутой. Ребята, я когда его открыла, у меня даже есть видео, как я его открываю. Это вот такой крутейший фотоальбом с моментами, которые со мной случились за два года в Гёте-институте. Здесь есть фотографии, которые я вообще никогда не видела, и не имею понятия, когда они были сделаны, и кто их сделал. Но вся ценность этого подарка заключается в том, что в нем поучаствовали буквально все мои коллеги. Потому что вот эти фотографии, которые я не видела, их нужно было собрать. Их хранил кто-то у себя, да, кто-то сделал на каких-то мероприятиях. И потом они отправили эти фотографии моим девочкам и мальчикам, которые сделали вот этот альбом. Поехали дальше. Следующий подарок еще круче, ребята. Это просто обалденно. Я когда его раскрыла, я просто не поверила своим глазам. Смотрите сами. Это вот такая футболка. На первый взгляд обычная белая футболка. Но что в ней необычного? А необычного в ней, во-первых, хэштег на обратной стороне. Здесь написано «Freundliche Russen». Если вы не понимаете, о чем я, то вы на меня не подписаны в Инстаграме и не подписаны на мой Телеграм, который также и называется «Freundliche Russen» или по-русски «Вежливая русская». «Freundliche Russen» — это мое прозвище на работе, которое мне дала моя любимая и дорогая коллега Катрин, которая тоже есть в Инстаграме под никнеймом «Kleine Wanzin», и которая рисует прикольные скетчи. Вот. Она меня назвала «Freundliche Russen» как-то, и с тех пор меня так и зовут. И таким образом у меня сейчас есть вот такая вот именная футболка с моим персональным хэштегом. Но это еще не все. Смотрим на переднюю часть футболки. И видим здесь логотип с хэштегом «Hiking with Vera». Вы можете себе представить, что мои любимые коллеги разработали для меня индивидуальный логотип для моих походов в горы. Если вы снова не понимаете, о чем идет речь, то вам точно стоит подписаться на мой Инстаграм, потому что там есть вечные истории хайкинг-сферы, и есть хэштег хайкинг-сферы с видео с наших прошлогодних походов в горы. Хайкинг-сферы появился совершенно случайно после того, как мы с Сашей стали брать наших друзей в горы, и я просила выкладывать фотографии и предложила хэштег хайкинг-сферы, или это предложил кто-то из моих друзей, я уже не помню. И все начали выкладывать там фотографии после наших походов, и мне стали писать люди в личные сообщения, «А можете взять в следующий раз нас? Мы тоже хотим. Я ни разу не была в горах, я ни разу не была. Очень-очень хочу, возьмите, пожалуйста». И я решилась на этот шаг и собрала группу абсолютно мне незнакомых людей, с которыми я, может быть, только пару раз переписывалась в Инстаграме, и мы сходили в поход один раз, потом второй раз, и где-то за лето было таких походов пять, мне кажется, и один из них был с моими коллегами тоже, я провела поход для коллег из Готт-института. И, конечно, они знают тоже про этот хэштег, он у меня есть по-русски хайкинг-сферы, есть по полу-английски, полу-немецки, потому что он называется хайкинг-мид-вера, хайкинг – это по-английски, мид-вера-сферы – это по-немецки, и, в общем, нужно его назвать либо вандерн-мид-вера, либо вандерунг-мид-вера, либо хайкинг-вид-вера. Но не суть. В общем, ребята, вы делали для меня персональный логотип, прислали его мне также в векторном формате, и я могу его теперь использовать, и сделать столько футболок, сколько я захочу, и даже делать кружки с моим логотипом, и все, что угодно с моим логотипом. Короче, это очень крутой подарок. Следующий подарок тоже очень милый, он от моих коллег из другого департамента, с которым мы работали над одним крупным проектом, над веб-шопом, и они мне подарили шоколадку в виде мобильного телефона и сверху приклеили на страницу нашего сайта, где можно купить курсы и экзамены немецкого языка, курсы Goethe-института и экзамены Goethe-цертификат. Почему именно эту страницу? Потому что я как раз работала над этой частью нашего сайта. Так что, ребята, если вы будете покупать курсы и экзамены на сайте Goethe-института, то вспоминайте обо мне, когда будете искать их с помощью этих фильтров в мобильной версии или в десктопной, неважно, я работала над обеими. И, конечно, еще один подарок – это открытка. Мы обычно подписываем открытки, каждый подписывает свое имя, может по желанию написать что-то, пару слов. И ребята сделали мне тоже очень классную открытку. Во-первых, с медведями, что, конечно же, ассоциируется с Россией. И также с моим логотипом персональным. И многие ребята написали свои имена по-русски. Это безумно мило и очень классно. И почерк у них, кстати говоря, очень хороший. Еще мне подарили цветы. И еще мне подарили классные, особенные сережки, которые сейчас на мне. Особенные эти сережки, потому что они мексиканские. Они из Мексики. И подарила мне их моя коллега-мексиканка. Конечно, к ним мне не хватает черных, как смоль, локонов и темных глаз. Но я, голубоглазая, русая, тоже могу носить мексиканские сережки. И мне кажется, они мне идут. Что скажете? После того, как мне подарили все эти подарки, мы приступили к поеданию торта. И у меня с собой еще был мой фотоаппарат Polaroid. Ну или Sofort Build Camera, как это называется по-немецки. Камера моментальных фотографий. И я делала фотографии со всеми, со всеми коллегами, которые пришли на эту мою прощальную вечеринку. Мы делали по две фотографии. Одну оставляла этому человеку, а вторую забирала себе. И таким образом у меня сейчас около 20 или даже больше фотографий почти со всеми моими коллегами. Ну вот и все. Вот так прошло мое прощание с коллегами. И мой предпоследний день в ГИОТ-институте. Потом была пятница, мой последний день, в котором я делала всякие разные формальности. Но он уже был не таким сентиментальным, не таким трогательным, а все-таки тем самым днем прощания, той самой точкой был как раз-таки четверг, в который я провела вот эту прощальную вечеринку. И в которой я получила все мои дорогие, моему сердцу подарки. Вот так, ребята. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Ставьте дизлайк, если вам не понравилось. Пишите в комментариях, как проходят такие мероприятия у вас на работе. Пишите в комментариях, какой подарок понравился вам больше всего. И задавайте свои вопросы, если они у вас есть. Я обязательно отвечу на них в следующих видео. Пока-пока. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok